На этом уроке мы постараемся закончить тему о благословениях Ицхака, тему, которую начали уже на прошлом уроке. Напомню коротко, о чем шла речь. Ицхак зовет своего сына Исава, говорит ему, что поскольку он не знает дня своего смерти, то он собирается его благословить. Читаю текст. Возьми же теперь свои орудия, свой колчан и свой лук, и пойди в поле, налови мне дичи, и приготовь мне кушанье, которое я люблю, и принеси мне, я буду есть, чтобы благословить тебя, прежде чем я умру. Ривка слышала, когда Ицхак говорил Исаву, своему сыну, и пошел Исав в поле ловить дичь, принести. Вот это начало всей истории. Ясно, что намерение Ицхака дать благословение Исаву. Вопрос, почему? Центральный вопрос всей этой главы. Разве не было претендента на благословение более удачного, чем Исав? Казалось бы, Яков. Иж там человек цельный, совершенный, куда более подходит для благословения. Почему именно Исав, Иж Саде, человек поля и человек, который явно не блистает своими качествами, а в дальнейшем в видении наших мудрецов он становится вообще воплощением зла? Почему именно его благословлять, казалось бы? Для того, чтобы ответить на этот вопрос и понять мотивы, которые руководили Ицхаком, нужно прежде всего выяснить одну важную вещь, а именно, знал ли Ицхак, что представляет собой его сын? Или у него были заблуждения на эту тему? Почему я задаю этот вопрос? И в самом начале недельного раздела Тулдот сказано, что Исав был человеком поля, и еще, что он был охотником. Причем сказано еще, что Ицхак любил Исава, своего сына Ицава, кицает бы фиев. Кицает бы фиев, что Раши объясняет, имеется в виду, что Исав при помощи своих уст как бы охотился, подлавливал своего отца Ицхака, т.е. он его старался обмануть и убедить его в своем благочестии. Так что же мы скажем? Вроде бы напрашивается вывод. Если Ицхак был здесь обманут, если Исав был таким ловким охотником и обманщиком, и его обман ему удался, значит Ицхак был в неведении, он был введен в заблуждение, именно поэтому, думая, что его сын благочестивый человек, к тому же старший, именно поэтому решил его благословить. Вроде бы так, но с другой стороны, довольно странно. Неужто можно подумать, что такого большого человека, как Ицхак, можно вот так вот провести на Микине, благодаря закатыванию глаз кверху, благодаря вопросам, показывающим якобы благочестие о том, как отделять десятину от соломы и т.д., так его легко провести? Довольно это странно. Поэтому посмотрим, есть ли у нас ещё по тексту доказательства, о том, знал или не знал? В самом начале отрывка, который я зачитал, возьми же теперь свои орудия, свой колчан и лук, возьми. Раши подчёркивает, что слово, которое упомянуто здесь, сана кельеха, возьми однокленное этому слову, ещё это второе значение этого слова, наточи. То есть, что это означает? Ты наточи, смотри, ты наточи свой нож. Для чего он это говорит ему? Чтобы ты заколол свою дичь как следует, чтобы, не дай бог, не накормить меня падами. Получается, что он предупреждает отдельно, смотри, для того, чтобы дать мне еду, нужно как следует зарезать мясо. Значит, получается, если мы правильно понимаем этот комментарий Раши, что Ицхак немножко побаивается, и он боится, что Исавна кормит его не совсем кошерной пищей. Если папа своего сына предупреждает, чтобы пища, которую ты даёшь, была кошерна, в обычных условиях трудно себе представить подобное предупреждение. Значит, есть здесь как минимум подозрение, значит, не совсем так всё чисто. Значит, он всё-таки знал, что Исав в состоянии накормить его не кошерной пищей. Более того, и дальше, говорит Раши, посмотрите, что у нас написано в дальнейшем. Иди, выйди в поле и налови мне дичь. Что значит налови мне дичь? Просто нужно было бы сказать налови дичь. Налови мне дичь имеется в виду то, что может быть моим. Поэтому, говорит Раши, имеется в виду вот что. Чтобы ты мне наловил только из того, что никому не принадлежит, из бесхозного имущества, что-нибудь совсем-совсем дикое, а чтобы не пошёл кому-нибудь в стадо и не своровал там, опять же, подобного рода предупреждения. Папа, который предупреждает свой сын, смотри, ты принеси мне еды, только смотри, не своруй это где-нибудь. Где это видно, где это слыхано, что сына подобным образом предупреждают? Значит, наверное. И снова у нас есть указание на то, что всё-таки Ицхак знает, с кем он имеет дело. И в дальнейшем прочитаем, что будет Тора дальше. Арифка сказала Якову, своему сыну, вот я слышала, как твой отец говорит Исаву, твоему брату, принеси мне дичь и приготовь мне кушанье, и я поем и благословлю тебя перед Богом, перед моей смертью. А теперь же, сын мой, послушайся моего голоса в том, что я прикажу тебе. Пойди же в стадо, возьми мне оттуда двух хороших козлят, и я приготовлю из них твоему отцу кушанье, какое он любит. Снова здесь подчёркивается, возьми мне. В отличие от того, что можно было подумать об Исаве, что он, может быть, возьмёт ещё что-нибудь чужое, то здесь она подчёркивает мне. Кстати, Раши выше сделал ещё одно уточнение. Сказано там, Ривка же слышала, когда Ицхак говорил Исаву, своему сыну, и пошёл Ицхак в поле ловить дичь принести. Что значит ловить дичь принести? Здесь тавтология. Ловить дичь можно было бы поставить точку. Что такое ловить дичь принести? Объясняет Раши так. Ловить дичь, если пойдёт, будет дичь. Папа попросил принести из бесхозного имущества, того, что никому принадлежит. Пойдём, слушаться будем, слушаться папу. А если не найдёт? А если не найдёт, тогда принести, принести откуда? Откуда плохо лежит? Может, и своровать у кого-нибудь. В отличие от этого, Ривка подчёркивает мне, т.е. это моё по праву, как это говорят наши мудрецы, что это было одно из условий её брачного контракта, что она может каждый день брать козлят из стада, «И я сделаю твоему отцу кушание, которое он любит, и ты принесёшь отцу, и он поест, чтобы он благословил тебя перед своей смертью». Яков сказал Ривке своей матерью, «Но ведь Исаф мой брат, он человек волосатый, я человек гладкий. Быть может, мой отец ощупает меня, и я буду в его глазах обманщиком и не буду на себя проклятие, а не благословение. Зачем ты должен это сделать? Кончится всё это, только будет намного хуже». «И сказала ему его мать, на меня проклятие твое сын мой, и только заслушайся моего голоса, поди достань мне». То есть не бери в голову, не задавайся вопросами, правильно это или неправильно, действуй только по одному принципу. Я тебе это приказываю, я твоя мать, подчинись мне. А правильно ли это или неправильно, это уже оставь мне, это я уже решаю, правильно ли это или нет. И он пошёл и взял, и принёс своей матери, то есть подчинился полностью требованию матери. И она сделала кушание, который любил его отец, и взяла Ривко любимую одежду Исафа, своего старшего сына, который у неё в доме. И одела Якова, своего младшего сына. Наши мудрецы обращают здесь внимание ещё на одну пикантную деталь. Итак, любимая одежда Исафа, она у неё в доме. Исаф человек женатый, у него уже есть жёны, у него свой дом. Вместе с тем, свой пораденный субботний костюм. Он не хранит у себя дома, он хранит его у мамы. Почему у мамы? Брят, наши мудрецы имеются в виду, он хорошо знал о поступках своих жён и не доверял им. У него, по крайней мере, у Исафа, не было никаких иллюзий по поводу своих жён, хорошо знал их нрав. И поэтому на всякий случай ценные вещи, даже такая вещь, как парадный костюм, он на всякий случай держал у мамы. Читаю дальше. А на руки и на гладкую шею его надела шкурки козлят. Для того, чтобы создать здесь иллюзию волосатых рук, Вивка пользуется кожей, шкурами козлят, и теперь у нас маскарад полный. Понятно, почему этот маскарад может удастся, потому что в самом начале главы было сказано, что на старости жизни, то на старости лет у Ицхака испортилось зрение. Он не видит, а если он ощупает, то он не найдёт здесь разницы между волосатым Исавом и между тем, кто вошёл к нему сейчас. «И дала к ужине и хлеб, который она приготовила в руку Якову своему сыну, и пришёл он к своему отцу и сказал отец мне». И тот сказал, «Вот я, кто ты, сын мой?» И сказал Яков отцу своему, «Я Исав, первенец твой, я сделал, как ты сказал мне, поднимись, сядь и поешь от дичи моей, чтобы благословить меня». И здесь следует обратить внимание на некоторые детали. Как отвечает Яков своему отцу? «Я, Исав, первенец твой». Ряд нашей мудрецы на белом дозе следующее. «Когда тебя спросил, кто ты?» А это был его ответ «Я». «А Исав, первенец твой». То есть даже в тот момент, когда он вынужден лгать своему отцу из-за того, что его мать потребовала от него подчиниться ей и солгать, он старается при всём при этом минимизировать здесь вред и минимизировать ложь. Сказать, по крайней мере, ту фразу, которую можно понять и так, и так. Можно понять так, как он её высказал, что Я – это Исав, так, чтобы отец подумал, что он говорит, Я – Исав, твой первенец, но вместе с тем можно её понять и по-другому, что Я – это я, а первенец твой – это Исав. Я сделал, как ты сказал мне, подними, сядь и поешь. Здесь русский перевод не совсем точно передаёт уже сказанное в оригинале. И если уж точно переводить оригинал, то там сказано поднимись, встань, пожалуйста, сядь и поешь от дичи моей, чтобы благословить меня. И сказал Ицхак своему сыну, а что это ты так скоро нашёл, ты сын мой? Ицхак был готов к тому, что много времени уйдёт его Исава, пока тот сможет наловить дичи, тётки охота, вещь, которая занимает время, а тут быстро, всего лишь через какую-то пару часов уже он приходит. Это зародило в сердце Ицхака первое сомнение, что-то здесь нечисто. И тот сказал, потому что Бог твой доставил мне этот случай. Так уж Бог помог, и мне подвернулось здесь прямо сразу же. И сказал Ицхак Яакову, подойди, я пощупаю тебя, сын мой. Ты ли сын мой, Исава, или нет? Мы видим, что сомнение, которое зародилось, оно не только что не ослабело, оно здесь усиливается. Почему оно усилилось? Что такого сказал Яаков, что могло увеличить, усилить сомнение у Ицхака? Простимся к Раше. Пишет Раше так. Ицхак подумал не под стать Исаву произносить имя Бога, а этот сказал, ибо Бог твой доставил мне случай. То есть, сама вот эта фраза как бы сказал, если я правильно понимаю то, что написано в Раше, простое понимание, по крайней мере, того, что написано в Раше, если бы зашел Исав и его бы сказали, а что ты так рано пришел? Он бы сказал, ну так вышло, подвернулось, здорово вышло, подвезло. Вместо этого речь здесь совершенно другая, другого характера. Как говорит Яаков, и тот сказал, потому что Бог твой доставил мне этот случай. Это, эти фразы для Исава непривычно слышать такую фразу от Исава. Имя Бога на устах Исава – это вещь непривычная. Ну, задается вопрос, так знал Ицхак или нет, с кем он имеет дело? Знал он, кто такой его сын Исава или нет? Здесь получается знал. Если уже он понимает, что имя Бога, но несмотря на то, что тот, может быть, задавал всякие заумные вопросы для того, чтобы убедить отца в своем благочестии, но при всем при том Ицхак знает, что не присуще для Исава упоминать имя Бога. Значит, наверное, знает, с кем он имеет дело? И сказал Ицхак Якову, подойди же, я ощупаю тебя, сын мой. Ты ли сын мой Исава или нет? И подошел Яков к Ицхаку, своему отцу, и тот пощупал его и сказал, голос, голос Якова, а руки, руке Исава, и не узнал он его, потому что руки его были, как руки Исава его брата, голосатый, и он благословил его и сказал, ты ли это сын мой Исав? С одной стороны, вроде как убеждается, с другой стороны, все-таки сомнения не уходят, это точно ты. И тот сказал Я и сказал, ну, поднеси мне, и я поем от дичи от моего сына, чтобы благословить тебя. И тот поднес ему, и он ел, и принес ему вина, и он пил. И сказал ему, Исахак его отец, подойди же и поцелуй меня с его. И тот подошел и поцеловал его, и он обонял запах его одежды и благословил его и сказал, гляди, запах от моего сына, как запах поля, которое благословил Господь. Вот здесь вот почему-то, это тоже нужно понять, когда он почувствовал запах, вот теперь он убедился до конца. Скажем ли, поскольку это был запах одежды и сабота, поэтому специфический запах человека, который занимается охотой и имеет дело с животными, поэтому он тут же успокоился. С одной стороны, так нужно было бы объяснить, но с другой стороны, как сказано, гляди, запах от моего сына, как запах поля, который благословил Господь. Запах животных человек, который занимается животноводством, запах от его одежды, он очень далек от запаха поля, которое благословил Господь. Кстати, что это за поле, которое благословил Господь? Рашик говорит, имеется в виду, это как яблоневый сад. Аромат яблоневого сада, он настолько далек от запаха человека, который занимается с животными, с кем-нибудь, козами или еще что-нибудь. Тогда что же здесь произошло? Почему вдруг при обонянии этого запаха у Ицхакова ушли все сомнения и он дал благословение? Ставим, может быть, этот вопрос на конец урока. А вот теперь само благословение. Да даст тебе Бог от росы небесной и от жирности земли и множества хлеба и вина. Будут служить тебе народы и поклонятся тебе племена, и будешь господином над братьями твоими и поклонятся тебе сыны твоей матери, проклинающие тебя проклятый, благословляющие тебя благословенные. И снова Раши здесь подчеркивает да даст тебе Бог от росы небесной слово имя Бога упомянутое здесь. Здесь есть несколько возможностей написания имени Бога. Имя Бога упомянутое здесь и Луким. Слово, которое созвучно и его второе значение этого слова это судья. Стало быть, эта браха дана здесь бемидат один, то есть на основе принципа правосудия и справедливости. Что означает принцип правосудия, что означает принцип справедливости, медат один. Имеется в виду заслужил, получил, не заслужил, не получил. Значит, эта браха дается, как говорит Раши, тому, кто может заслужить. А вот здесь уже все. Если Ицхак думает, что перед ним Исаав, и если он знает, что Исаав это человек далекий от совершенства, даже более того, человек с многими недостатками. Как мы видели, человек, которого нужно предупреждать, только смотри, чтобы ты не воровал, и ты смотри, чтобы только ты не накормил меня падалью, и что-то странное, человек, который упоминает имя Бога, это уж точно не Иса, но если такой человек, то какой смысл давать ему благословление, бы не дать один, на основе меры правосудия, то есть заслужил, да, не заслужил, нет. Понятно, что он не заслуживает. Здесь мы видим аргументы в другую сторону, что, наверное, все-таки не знал Ицхак, с кем он имеет дело, и он думал, что его сын достаточно приличный человек, и дает ему браху, такую, которую еще нужно заслужить, если ты заслуживаешь, получаешь, не заслуживаешь, тогда все, что было сказано, оно останется так. Как же так? Если резюмировать, то, в общем-то, не нашли мы однозначного решения проблемы. Нет однозначных доказательств в сторону того, знал Ицхак, с кем он имеет дело, или не знал. Комментаторы спорят, приводят все и другие аргументы, приводят контраргументы. Например, по поводу того, что имя Бога непривычно на устах Иса, выговорят наоборот, это не, Ицхак не видел здесь никакого недостатка, наоборот, он считал, что он человек богобоязненный, поэтому старается не упоминать имя Бога просто так попусту, это как раз свидетельство этого богобоязненности. И то, что он его предупреждает, так и то, что он предупреждает, чтобы не накормил его некошерным мясом, и то, чтобы он не брал в других местах, это так правильно, даже человека, которого не подозревают в том, что он может сделать такие вещи, имеет смысл его предупредить и напомнить ему того, чтобы он всегда и в любом случае всегда очень четко помнил, как он должен себя вести. Иными словами, можно здесь спорить, приводить аргументы и контраргументы, в конечном итоге однозначного решения вопроса нет. Знал или не знал, есть аргументы в ту и в другую сторону. Может быть, поэтому имеет смысл прочитать то, что говорит Рамбан. Он пишет... Пишет он следующую вещь, что Ицхак, конечно, знал, что его сын Иса далёк от совершенства. Он, может быть, не представлял себе, насколько он далёк, не представлял, насколько этот человек насколько это просто мерзавец, это нет. Но то, что он далёк от совершенства, конечно, это он понимал. То есть, иллюзий у него не было. Представить себе всё то падение, до которого Ицар дошёл, это нет. Но вместе с тем иллюзий у него не было. Ну, если так. Здесь снимаем некоторое такое половинчатое. Значит, вроде как знал, а вроде как и не очень. Представлял, что он неправедный человек, но не знал в какой степени. Хорошо. Но тогда вопрос, а почему же, если он знал, что Иса не самый большой праведный, и уж по крайней мере, Яаков более праведный человек, более праведный сын, почему тогда брахот, почему благословение, он решает давать Иса? Ответ Рамбана – трост. А Ицхак не считал, что нужно здесь слишком много хитрить. И принцип у него здесь был один простой. Кому принадлежит браха, браха принадлежит старшему сыну, первенцу. И поскольку этот первенец, пусть он не самый лучший, пусть есть которые лучше его, да, конечно, у них есть свои преимущества, но у этого есть одно важнейшее преимущество, он первый, и поэтому браха даётся им. А если в конечном итоге окажется, что он не совсем подходит, ну, это уже проблема не его, это уже проблема Всевышнего. Если окажется так, что благословение передано человеку, не подходящему, то уже Всевышний должен об этом позаботиться, а не Ицхак. Почему Всевышний? Здесь мы поднимаем ещё второй вопрос, и это тоже вопрос, вокруг которого строятся все практически комментарии к этой главе. Какую именно браху хотел дать Ицхак своему сыну? Имеется ли в виду браха в простом значении этого слова, то есть благословение, браха на благосостояние, на материальные, на богатство, на материальные блага, или же нет? Или же имеется здесь в виду передача эстафета, то есть назначение преемника? Как говорит Ицхак, я не знаю, когда я умру, поэтому я хочу тебя сейчас благословить, что означает, я должен позаботиться о своем преемнике. Что значит преемник? Преемник в плане наследник имущества Ицхака. Ицхак, он преемник Авраама, Авраам, он человек, заключивший союз со Всевышним. Смысл этого союза в том, что от Авраама произойдёт народ, который будет союзником Всевышнего, получит в наследие Святую Землю, получит в дальнейшем Тору и через него должен реализоваться план Всевышнего в творении путём того, что жизнь этого народа и каждого человека в нём будет осуществляться через ашгаха, прати, то есть индивидуальное проведение, индивидуальный контроль и управление каждым человеком и всего народа в целом. Так что же имеет здесь в виду Ицхак? Имеет ли он в виду передачу эстафеты, то есть назначение своего преемника, или имеет он в виду просто материальное благополучие? А Рамбан однозначно говорит его словами собирался в действительности Ицхак благословить Эйсава в чём, чтобы тот получил благословение Авраама? То есть получить в наследство святую землю и быть союзником Всевышнего в мире. Почему? Да потому, что он первенец. Добавляет Рамбан, что Ицхак, очевидно, не знал того, что, не того факта, что Ривка когда-то пошла к пророку и пророк ей сказал обратное, что младший будет служить старшему, то есть нужно поменять здесь состояние. Не знал он и того, что произошла раньше, в день смерти Авраама, произошёл акт продажи первородства. Всего этого он не знал, поэтому он здесь действует абсолютно приболинейно, нужно назначить старшего, первородного, тот, что первородный у него есть все права, а если он окажется негодным союзником Всевышнего, это уже Всевышний решит этот вопрос, Ицхак действует так, как он должен действовать согласно правилам. Это подход Рамбана. Посмотрим других комментаторов. Орахаим. Орахаим говорит следующую вещь. У Ицхака не было никаких иллюзий, он знал, кто такой Исав. А то, что сказано в начале, что Исав охотился на своего отца своими устами, то есть обманывал его, это не значит, что обман ему удавался. Более того, а это написано, что Ицхак любил своего сына Исава, поскольку тот обманывал его словами. Имеется в виду совсем другое, это не то, что мы понимаем под словом любовь, имеется в виду то, что Ицхак показывал, выказывал Исаву свою любовь. Почему? Хотя он знал, кто он такой, да потому, что он до последней минуты не оставлял надежду на то, чтобы исправить своего сына. Если сын портится, если его поведение становится хуже и хуже, можно отреагировать жестко и сказать, все, мы, я не этого от тебя ждал, есть люди, которые в такой ситуации даже могут выгнать своего сына из дома и сказать, вообще, у нас ничего общего нет, реагировать жестко, по крайней мере, ничего этого Ицхак не делает, наоборот, он старается как можно больше выказать свою любовь Исаву, надеясь на то, что проявления его любви помогут тому исправиться. И если тот пытается обмануть своего отца и обманывать его довольно неуклюже, задавая ему эти вопросы, типа того, каким образом отделяется Десятина от Соломы, Исава на Соломе и Ицхака на Микине не проведёшь. Он понимает, что это всё вопросы, перед ним здесь двуличный человек, который только играет и ломает комедию, пытается представить себя благочестивого человека, но он не показывает ему, что он это понимает, наоборот, он позволяет ему как бы себя обмануть, чтобы у того было ощущение, что он действительно у него, удается ему обмануть. Это продолжение игры, быть может, в ходе этой игры, и чем больше он будет так обманывать и убеждать отца, что он благочестивый человек, не исключено, что в конечном итоге он всё-таки постарается сделать какие-нибудь шаги для того, чтобы действительно быть благочестивым человеком, а не только создавать такое впечатление у своего отца. И последний вопрос, ну, коли так, если он знал, что к чему, то тогда почему же всё-таки благословение он даёт Эйсаву, да потому, что он надеялся, что само благословение будет мощным орудием для того, чтобы помочь ему исправиться, если в результате благословения к нему придут дополнительные духовные силы, быть может, они помогут Эйсаву перебороть свои Ейцар, перебороть свои страсти, и в конечном итоге он же получил хорошее воспитание, только что. Человек он был такой, и Ейцар был такой сильный, что это воспитание ему не помогло, но воспитание-то хорошее он получил, так может быть дополнительные силы, которые он получит при помощи благословения, может быть, они на него хорошо подействуют. Так говорит Орахай, есть еще от комментаторов, которые говорят приблизительно в этом же направлении, подчеркивают вообще, что задают дополнительный вопрос, для чего Ицхак попросил у Эйсава, чтобы тот принес ему дичь, наловить дичь и сделать кушание, которое я люблю, и чтобы я поел, для того, чтобы тебе Брок сказать, почему перед тем, как Брок сказать, нужно поесть, зачем? Есть комментаторы, которые говорят, поскольку Ицхак знал, что заслугу Эйсава немного, и для получения Броки их явно не хватает, поэтому он решил дать ему возможность получить дополнительный заслуг, то есть дать ему возможность заняться исполнением заповедей, почитания отца, стараний для отца, для того, чтобы найти ему дичь, как следует, и приготовить ему кушание, и тем самым это подготовит его больше к получению благословений. И интересно в этом отношении то, что писал Стравирш, почему Эйсав занимался охотой? Потому что в доме не хватало мяса, надо было заниматься промыслом для пополнения холодильника мясом? Конечно, нет. Ицхак был человеком, очень состоятельным, несколько раз подчеркивается, сколько у него было стад, и понятно, что можно было, если нужно было мясо, достаточно было ввести в стадо и поймать первую попавшуюся барашку, и на этом вся проблема заканчивалась. Почему тогда Эйсав занимается охотой? Он охотник-любитель, он рыболов-спортсмен, то есть человек, для которого охота, она удовлетворяет его совершенно другие потребности, не потребности в мясе, а какие потребности? Потребности в том, чтобы это борьба, победить в борьбе, перехитрить животное, перебороть его, оказаться сильнее, оказаться ловчее, поймать его. Кровь его жертв, она возбуждает в нем страсть. Это чувство, которое знакомо именно вот таким вот охотникам, любителям и спортсменам. вот сейчас отец говорит ему, ты сходи на охоту, но не для той цели, для которой ты обычно ходишь, а совсем другой, а именно в виде исключения. Займись охотой с гуманными целями. Пожалуйста, возьми свои орудия, орудия своего ежедневного занятия, то, чем ты занимаешься каждый день ради удовлетворения своих страстей, и добудь мне на охоту немного оленины или чего-чего-нибудь, и сам приготовь для меня угощение. Один раз употреби орудия своей кровожадной страсти, чтобы совершить акт человеческой доброты и восстановить силы старика. Я хочу, чтобы на сей раз ты испытал, как приятно осознавать, что благодаря собственной силе ты доставляешь удовольствие другому. Есть у тебя сила, есть, хитрость у тебя есть, есть. На что ты их используешь? На удовлетворение своих страстей? Попробуй раз посмотреть на это иначе, что можно ту же самую силу использовать для другого, для того, чтобы помочь старику отцу. И ты увидишь любопытную вещь, что от этого можно получить удовольствие не меньше того, которое получает охотник тем, что он перехитрил или пересилил какую-нибудь зверюгу, что давай, что помогая человеку, заводься о другом человеке. Можно тоже получить удовольствие? Посмотри. То есть, попытка здесь его приподнять перед тем, как дать ему благословение, попытка его чуть-чуть изменить, воздействовать на него. Так мы видели два подхода. Подход Рамбана, который говорит, Ицхакамала интересовал вопрос, подходит он или не подходит. Он знал, что он должен благословить самого старшего, и на этом всё кончается. И подход Орахаим, который говорит, что благословение было предназначено для Исава, потому что тот хотел при помощи благословения на него повлиять. Оба и Орахаим, и Рамбан говорят, что благословение было именно Беркат Аврам, то есть, благословение духовное назначение, преемником, возможность стать преемником Ицхака и союзником Всевышнего в этом мире. Но есть те комментаторы, которые с этим не согласны. Прежде всего, их главный аргумент из дальнейшего текста. Я позволю себе прочитать текст в дальнейшем. И было. Как только кончил Ицхак благословлять Якова, и как только вышел Яков от лица Ицхака своего отца. И Исав, брат его, пришел с ловлей своей, вернулся с охоты. И приготовил он кушанья и принес своему отцу и сказал отцу своему, встань, отец мой, и поешь от дичи своего сына, чтобы благословила меня твоя душа. Сказал Он Ицхак, а кто ты? Тот сказал, я сын твой первенства, Исав. И вострепетал Ицхак трепетом весьма великим и сказал, кто же тот, кто ловил дичи и принес мне? И я ел от всего, прежде чем ты пришел, и я благословил его. Пусть же он будет благословен. И как услышал Исав слова своего отца и воззапил воплем великим и горьким, чрезвычайно, и сказал отцу своему благослови меня, отец мой. И тот сказал, пришел твой брат с обманом, взял твое благословение. И он сказал, ага, не потому ли ему дано имя Яков, что он облукавил меня уже два раза, слово Яков от слова Яков, то есть обойти. Первородство он мое взял, а вот теперь он взял благословение мое. И сказал, ну неужели ты не оставил для меня благословение? И отвечал Ицхак и сказал Исаву, ведь я поставил владыку над тобой и всех братьев его отдал ему в рабы, поддержал его хлебом и вином, а теперь что же я тебе делаю, сын мой? Спрашивайте, странно, если так испугался Ицхак, если ему так неприятно, что младший сын обманом получил благословение, то почему бы ему не дать благословение, сейчас Исаву тоже хорошо, Яков получил благословение, которое не было ему предназначено, которое, может быть, было предназначено, хорошо, тогда еще благословение Исаву тоже. Мне уже не поможет. Почему не поможет? Объяснение Раши таково, поскольку я его уже поставил над владыкой над тобой, если значит он владыка тебе, значит ты ему раб, а есть простое правило, все то, что приобрел раб, приобрел его господин, так что чем тебе поможет это благословение? Стоп, речь идет здесь про приобретение, значит не идет здесь речь о каких-то духовных преимуществах с точки зрения духовных преимуществах, они могут быть у одного и другого, безусловно это не работает, если раб приобрел знания по каким-то вопросам, это не значит, что эти знания приобрел уже голова господина может оставаться пустой, если раб приобрел что-то материальное, какую-то ценность, то поскольку раб сам, он не юридическое лицо, то он просто как длинная рука своего хозяина, то, что приобрел раб, то принадлежит хозяину, это да, значит, речь здесь идет о благословении на материальные блага, более того, смотрю дальше, и сказал Исаав отцу своему, неужели отец мой одно благословение у тебя, благослови и меня отец мой, и поднял Исаав свой голос и заплакал, и отвечал Ицхак отец свой и сказал, вот от жирности земли будет существование твое и от росы небесной свыше, мечом твоим ты будешь жить и брату своему ты будешь служить, но когда вознегодуешь, свергнешь его ты со своей шеей, и возненавидела Исаав Якова за благословение, которому благословил его отец, и сказал Исаав в сердце своем да приблизятся дни плача по моему отцу, то есть, когда отец умрет, то я убью Якова, моего брата, хотя он ненавидит Якова, возненавидел Якова с лютой ненавистью, но при всем при том огорчать отца он ни в коем случае не готов, и свою эту ненависть он затаил на лучшее время, когда придет время отец умрет, вот тогда он уже расправится с Яковом, и пересказаны были ритки слова Исаава старшего сына ее, и она послала и позвала Якова младшего сына своего и сказала ему, вот Исаав брат твой чешется о тебе намерением убить тебя, и теперь сын мой послушайся моего голоса и встань, беги к Лавану, брату моему, в Харан, нет другого выхода, от Исаава надо убегать, и посидишь у него некоторое время, пока пройдет гнев твоего брата, и пока обратится гнев брата твоего о тебя, и он позабудет, что ты сделал ему, вот тогда я пошлю и возьму тебя оттуда, для чего же мне решаться вас обоих в один день. Итак, идея Ривки каким образом решить проблему возникшую в семье, чтобы Яков попросту сбежал, но вместе с тем она, поскольку она боится эффекта известного, что на воре шапка горит, то есть, если он сбежит, тем самым он признается, что он нечестным образом получил эти благословения, поэтому она этот побег хочет обставить как нечто другое, а именно, и сказала Ривка Ицхаку, надоела мне жизнь из-за дочерей Хецких, то есть, из-за дочери Хецких, это жены Эйсава, о которых уже было сказано, что они приносили массу огорчений Ицхаку и Ривке. Так вот, если Яков возьмет жену из вот таких вот дочерей Хецких, из дочерей этой земли, то к чему мне тогда жизнь? Жизнь опостылила. Ицхак понял намек и призвал Ицхак Якова и благословил его и заповедал ему, сказав, не бери жены из дочерей Хецких, встань, поди, впады на рам, дом Бетуэля, отца твоей матери и возьми оттуда себе жену и дочерей Лавана, брата матери твоей. Так план Ривке удался, Ицхак посылает его, хотя он на самом деле убегает, но официально он идёт сватать себе невесту. И Бог всемогущий, вот теперь фраза, для которой я читал весь этот длинный отрывок, и Бог всемогущий да благословит тебя, да расплодит тебя и размножит тебя, и да будет от тебя множество народов, и даст тебе благословение Авраама, тебе и потомство твоему с тобой, чтобы тебе наследовать землю пребывания твоего, которую Бог дал Аврааму. Вот и всё. Когда перед ним Яков, и он знает, что это Яков, он теперь даёт ему благословение Авраама, суть которого прежде всего в том, чтобы наследовать святую землю перед Исраэлем. Значит, вся предыдущая глава говорила не о благословении Авраама, целый ряд комментаторов, не как писал Рамбан, нет, мы видим отсюда, что благословение Авраама с самого начала было на уме у Ицхака дать именно Якову, что он и делает, посылая его сейчас строить свой дом, брать жену и строить свой дом. Значит, речь шла в начале о благословении материальном. Да и самого текста этого благословения, самих тех слов, что сказал Ицхак Якову, когда думал, что перед ним Исав. Прочитаю это еще раз. Вот оно благословение. Да даст тебе Бог от росы небесной и от жирности земли. А где здесь какие-то духовные преимущества, где здесь благословение Авраама? Нет, роса небесная, жирность земли, от этого хлеб растет, но не какие-то духовные преимущества. Множество хлеба и вина. Будут служить тебе народы и поклонятся тебе племена. А будешь господином твоими братьями и поклонятся тебе сына и матери, проклинающий тебя, проклятый благословляющий, тебя благословляют. Проха материальное, успех, благополучие, благосостояние, вот и все. На основе этого такие комментаторы, как, например, Мальдену, объясняют поведение Ицхака совершенно иначе. А как? Он хотел дать материальные блага Исаву. Кто такой Исава, ему было бы понятно, в особенности после его женитьбы, на ком он женился и как проходила его семейная жизнь. Ведь история о том, как Исав женился, она служит предисловием для истории благословения. То есть тем самым Тора хочет сказать, что Ицхак и Ревка, видя своих невесток, видя, каким образом Инаков Мальдену они уже безусловно поняли, с кем они имеют дело, вопросов у него нет. С другой стороны, нет у них, конечно, иллюзий, но с другой стороны, если не стараться его приближать, он же совсем испортится, он совсем-совсем уйдет в сторону, превратится совсем неизвестно в Кабу. А Яаков, у него есть другая проблема. Он человек, как сказано, Йошевуалим, сидящий в шатрах, человек совершенно домашний, который занимается исключительно духовными ценностями, только духовными ценностями, больше его ничего не интересует. Но такой человек, такому человеку, который занимается только духовными ценностями, в жизни ему просуществовать будет очень непросто. Для того, чтобы в жизни, жизнь это совсем непростая, в жизни нужно иметь сильные руки, нужно иметь и позаботиться о своем пропитании, позаботиться о своей материальной базе, а иногда и нужно защититься от врагов. Не все в этом мире так просто. В мире достаточно много враждебных сил, с которыми нужно бороться. И вот здесь увидел Ицхак, что у каждого из его сыновей есть плюс и минус. Есть достоинство Исава, его сила, его мужество, а есть у него недостаток, полное отсутствие богобоязненности. С другой стороны, Яаков, человек духовный, он исключительно духовный, его не интересует ничего материального в этом мире. Так он может быть просто небахом, но он не сумеет устроиться в этой жизни. Так каким образом решить этот вопрос? Вот как. Нужно, чтобы они работали в гармонии. А именно, подобно тому, как в дальнейшем мы видим, что в еврейском народе Всевышний разделяет весь еврейский народ, выделяя племя Леви, которое целиком, которое не получает на дело в земле Израиля, которое не занимается сельским хозяйством, не называется земледелием, оно целиком и полностью подвращает себя служению Бога и вырабатыванию духовных ценностей. А остальной народ берёт на себя обязанность содержать их. Люди, которые сочетают духовную жизнь с материальной, и их основное время тратится на создание материальной ценности, они часть своих материальной ценностей дают тем, кто занимается исключительно созданием духовных ценностей. И так эта система в гармонии, безусловно, может работать. Этого именно и хотел здесь Ицхак, а именно он хотел дать благословение на материальный успех и на благополучие Исаву, ибо он больше всего для этого подходит. Он именно человек со своей силой, со своей мощью, со своим мужеством, он для этого необычайно подходит. Он будет заботиться о материальном благословении, благополучии, будет поддерживать своего брата, который целиком и полностью будет заниматься духовными ценностями. Ещё один пример того, наши мудрцы говорят в еврейском народе было два колена Исахар и Звулун. Звулун занимался морской торговлей, колено, которое, занимаясь бизнесом, хорошо зарабатывало и содержало своих соседей колено Исахар, которые, наоборот, занимались, целое колено, целое племя в Израиле занимался исключительно духовными ценностями. Почему бы здесь не было того же самого? Это были соображения Ицхака. Правильные соображения? В общем, да. Но Ривка решила, что не совсем. Внутри еврейского народа это пойдёт. Но с Исавом этого не пойдёт. Никоим образом. если Яков окажется на милости и на иждивении Исава, то ничего хорошего от этого не получится. Быть зависимым от такого в каждом куске хлеба быть зависимым от такого человека, как Исав и его дальнейшие потомки и наследники, это будет катастрофа. Поэтому необходимо решила Ривка, чтобы у Якова была своя материальная база. Поэтому она здесь пошла на эти шаги. Поэтому она решила, вопреки тому, что думал её муж, понимая, и снова мы должны здесь сказать, что она знала, благодаря своим пророчествам, которые она получала раньше, она знала о сыне своём Исаве куда больше, чем знал то Ицхак. У Ицхака не было иллюзии, но он не представлял насколько далеко зашло дело. И поэтому она вмешалась здесь и решила всё совершенно изменить. Сделать так, чтобы и у Якова тоже была браха, своя материальная база. Таким образом мы объяснили, до сих пор мы объясняли только мотивы, в основном мотивы Ицхака. Нашли мы здесь как минимум три подхода, это не значит, что это всё, что есть, есть ещё и дополнительные подходы, но всех не перечислишь в этих рамках. По крайней мере три принципиальных подхода мы увидели. Теперь нам нужно ещё понять до конца мотивы поведения других действующих лиц, а именно Ривки и Якова. Что касается Ривки, мы сейчас видели, Рамбан пишет об этом, что главное здесь, поскольку она имела пророчество и она знала, что на самом деле первенство должно быть у Якова, а не у Исава, поэтому она действовала против плана своего Бога. Это если речь идёт о благословении Авраама. Но если мы возьмём Мальбима и другие вместе с ним, которые говорят, что речь идёт о числом материальном благословении, то это, как мы сказали, её понимание здесь привело к тому, что она понимала, что план Ицхака, он хорош, но не для этих конкретно людей. Для двух других людей он мог бы подойти. Подобная гармоничная система, но здесь никакой абсолютно гармонии не будет. И очень плохо будет всем духовным ценностям, якобы, если они будут зависеть от материальной поддержки Исава. Именно поэтому она решила расстроить этот план. Ну, а поведение Якова в этой истории. Наш пратец берёт на себя здесь роль не самую симпатичную, он должен идти лгать здесь. Объяснение здесь таково. В принципе, мы уже его упомянули. Яков здесь подчинился мать. Она требовала подчинение себе как матери, и он это сделал. Мать потребовала солгать, он солгал. Старался минимизировать здесь ложь свою. Это мы тоже видели. Правда. Нужно подчеркнуть, что закон Торы, который требует подчинения родителям, который требует почитания родителей и требует от нас слушаться их, имеет ограничения. Мы обязаны слушаться их, но не в тех вопросов, которых они требуют нарушения какого-то закона, какой-то логи. То есть, если мы посмотрим Аллаху, так как её даёт Тора, если родители требуют от сына солгать, и это ложь, которая неоправдана, есть целый ряд случаев, в которых можно солгать, но если это ложь для достижения каких-то преимуществ, и нет разрешения на ложь, несмотря на то, что родители требуют, нельзя им подчиняться. Подчиняться и есть. Поэтому, в какой-то степени, быть может, можно видеть некоторую критику здесь в отношении Якова. Где мы её видим? Во-первых, когда Ицхаку становится известно, ему становится понятно, что произошло, он говорит Исаву, и сказал тот, пришёл твой брат и обманом взял благословение твоё. Он не скрывает, это обман, безусловно, это обман. Он не собирается наказывать Якова, он, наоборот, он благословляет его, как мы видим, он даёт ему благословение Авраама, и всё это да, но вместе тем подчёркивает, был это обман. Более того, наши мудрецы говорят вот эти слова, которые сказаны здесь, в Акцак, Дунаумера про Исава, и как услышал Исав слова своего отца, то он возопил воплем великим и горьким. Вот эти слова, буквально почти то же слово повторяются ещё в одной книге. В книге Эстер говорится о том, как Мурдыхай, когда услышал о том, что Хаман собирается уничтожить всех, планирует уничтожить всех евреев, он вышел на городскую площадь, посыпав пеплом голову в Айцакца за Акак Дунаумера и заключал крик как сказано здесь, горьким и великим. Не случайно повторяются те же самые слова. Говорят наши мудрецы, пришло время расплатиться с Исавом по векселям, а именно то, что когда-то был причинён Исаву, причину ему горе, то, что он здесь заплакал от горя, то, что у него отняли благословение, то через сотни лет после этого потомок Исава Хаман замышляет уничтожить всех евреев, и вот здесь вот пришло время расплачиваться по счетам. А в Медраж Станхума сказано так, «Три слезинки пролил Исав. Одна скатилась из его правого глаза, одна из левого». Две слезинки. Третьей он не позволил скатиться. Эта слеза остановилась. И эта слеза, самая горькая из трёх, которую он не проронил, сделала солёным хлеб нашего изгнания и заставила нас нахлебаться горе полной тройной мерой». За это пришлось расплачиваться. Так что то, как говорит Тор, и то, что говорят наши мудрецы, ничего здесь не затушёвывая. Есть здесь, безусловно, проблема. Исаву был причинён здесь горе, и за это приходится расплачиваться. Вместе с тем понятно, что оправдание есть. Более того, мы видим, насколько тяжело, насколько трудно вообще Якову участвовать во всей этой истории. Есть один очень интересный комментатор Октавы Акабала. Он пишет следующую вещь. Обращает наше внимание на спор Якова с матем. Мать требует от него, чтобы он устроил этот маскарад. И Яков сказал Ривке, ведь Исав мой брат, он человек волосатый, я человек гладкий, быть может, отец мой ощупает меня, я буду в его глазах обманщика. Пишет Акабала, вот это выражение, если бы здесь было выражение как бы, то есть, по идее, я должен был построить эту фразу, нужно было бы построить фразу по-другому, что Яков сказал Ривке, как бы отец не ощупал меня. Когда человек говорит, как бы не ощупал, значит, он опасается, он боится, а вдруг так случится. Выражение как бы не Тор употребляет тогда, когда говорящий не желает, чтобы случилось то, о чём он говорит. Например, как бы не рассеяться нам по лицу земли, это то, что сказали строители Вавилонской башни, не хотели рассеяться по лицу земли, как бы не случилось с ним несчастье, это говорит Яков в дальнейшем, когда он объясняет, почему он не хочет посылать свою сыну в Египете. Однако из того, что стало быть, если бы Яков был таким обманщиком, и он бы с удовольствием участвовал бы в этой мистификации, в этом маскараде для того, чтобы обмануть своего отца, то он бы здесь должен был бы сказать матери, как бы отец не ощупал меня, а что будем делать, если он ощупает, и тогда весь наш маскарад не удастся. Он говорит другое, может быть, дотронется до меня отец мой. Видно наоборот, что ему очень не хотелось действовать вопреки воле отца. Когда человек говорит, может быть, что он хочет, чтобы так случилось. Может быть, ему не хотелось идти вопреки воле отца. Более по душе ему было бы предоставить событиям идти своим ходом, чтобы отец благословил того, кого он захочет благословить. Более того. Психологически бывает иногда и с нами такое. Например, человек должен позвонить кому-то для того, чтобы провести неприятный разговор. Он ему звонит, набирает номер, но при всём при этом, если спросить его, скажи, чего ты сейчас хочешь на свете больше всего, чтобы человек не ответил, чтобы не было дома, чтобы было занято. Я попробовал? Как раз я вчера слышал, Марам Шапира прочитал об этом. Рабимей Шапира, основатель Ишивы Хухмей-Люблин, которому нужно было ездить по всей Америке для того, чтобы собирать деньги на содержание Ишивы, когда его спросили, о чём он думает, стуча в дверь кому-нибудь из богатеев, он думает, думает только обо днём. Дай Бог, чтобы не было дома, чтобы он меня не открыл. Так же и здесь. Яков в глубине души даже надеялся, ждал, что все его старания не уничают с успехом. Поэтому, может быть, дотронется на меня отец мой. Слово, может быть, как раз вращает надежду, говорящего на то, что то, о чём он говорит, сбудется. Ему очень этого не хочется. Ему хочется, чтобы ничего не вышло. Ему хочется, чтобы ничего не получил. Но он подчиняется своей матери. Так мы выяснили главные мотивы трёх главных действующих лиц. Схака, Ривки и Якова. Но во всей этой истории есть ещё одно действующее лицо, о котором мы до сих пор не говорили. Всевышний. Провидение. Почему он здесь действует? Он действует везде, всюду и всегда, конечно, он управляет событиями. Хотя здесь, в общем-то, события, которые основаны на человеческом поведении, на выборе людей. Люди сами выбирают, это да. Но есть одно место в самом начале всей истории, как там сказано. Тора говорит там о том, что Ицхак в конце своей жизни ослеп. И было, когда Ицхак состарился, притупилось его зрение. И он позвал Исава своего старшего сына и дальше всё. Раши там на месте спрашивает, какая связь, почему вот так вот идёт в одном предложении притупилось зрение и позвал своего сына Исава. Почему притупилось его зрение, чем он вдруг заслужил этого? И почему это идёт одно за другим? Отвечает Раши. Три ответа он даёт, почему притупилось его зрение. Один из его ответов не почему, а для чего, что зрение его притупилось для того, чтобы Яков получил благословение. Вот тема. Если Всевышний был заинтересован в том, чтобы Яков получил благословение, так для этого есть другие способы. Он мог бы раскрыть глаза. Если мы скажем, что Ицхак не представлял себе до какой степени его старший сын испорчен, он мог открыть его глаза. Он мог любым другим способом. Но получается, что Всевышний хотел, чтобы Яков получил благословение обманным образом при помощи этого маскарада. Для этого его отец должен был быть слепым. Почему так? Почему это нужно было делать при помощи обмана? Почему нельзя это сделать было по-честному? Как-нибудь более красиво, чем так. Выходит, что Ашгахана толкала на всё это дело и создала все условия для того, чтобы замысел Ривки удался. И если так получилось, то мы, даже если мы до сих пор поняли мотивы трёх действующих лиц, то мотивы четвёртого действующего лица Всевышнего мы ещё не понимаем. Более того, это даёт нам дополнительный вопрос по поводу поведения Ривки. Ведь в конечном итоге благословение зависит не от её мужа, а от того самого четвёртого действующего лица. Так что же она думала, что благословение, достигнутое обманом, если бы Всевышний этого не хотел, что оно подействует? Для этого нужно быть глупой, а уж что угодно, но только глупой она никогда не была. Значит, она очевидно понимала и думала, что Всевышний на это согласится. тогда снова мы возвращаемся к вопросу, почему Всевышний хотел, чтобы благословения были получены обманом. Непростой вопрос, ну а ответ на него нам придётся отложить до следующего волок.